О том, что российский автопром вынужден создавать упрощенные версии машин, мы уже рассказывали. А сейчас из разных источников посыпались подробности того, как эту инициативу поддержит российское правительство. В чем тут дело? Все новые автомобили обязаны соответствовать техническому регламенту Таможенного Союза. Чтобы легализовать упрощенку, Совет Евразийской экономической комиссии только что разрешил каждой стране, участнику ЕАЭС устанавливать свои правила по производству автомобилей, отличные от требований единого техрегламента. Теперь Россия может принять для внутреннего рынка временный регламент. Проект документа вырабатывает Министерство промышленности и торговли. И одна из рабочих версий попала в руки газеты «Коммерсант». Согласно ей, с 1 апреля по 31 декабря крупным, с численностью персонала свыше 5000 человек, заводам разрешат выпускать автомобили, не отвечающие вообще никаким экологическим нормам, даже Евро-2. Ослабление эко-норм поможет преодолеть кризис, возникший после того, как фирма Bosch отказалась поставлять электронные компоненты партнерам из России. И в итоге отечественные моторы остались без блоков управления. Кроме того, в новых условиях понадобилось легализовать выпуск машин без систем АБС, ЕСП, ЕРО-ГЛОНАСС, регуляторов тормозных усилий и даже подушек безопасности. Важно понимать, речь идет о временном регламенте, который необходим для работы автозаводов прямо сейчас. И современное оборудование обязательно вернется. Так, во втором и третьем квартале промышленность должна в корни перестроиться. Часть дефицитных компонентов удастся локализовать внутри страны, а для оставшихся позиций подыскать других поставщиков. Ведь смена одного условного электронного блока управления — это только часть айсберга. В его подводной части — разработка и закупка новых жгутов и разъемов, а за ними — тесты и калибровка обновленного электрохозяйства. И так по каждому пункту импортозамещения. В правительстве прекрасно понимают, что все это сложно и долго. Так что при подготовке новых техтребований выслушиваются мнения всех автозаводов, с которыми Минпромторг завел привычку проводить еженедельные летучки. К слову, с некоторых конвейеров уже начали сходить антисанкционные автомобили, и счет уже пошел на тысячи. Но пока такая техника отправляется исключительно на склад. Отсюда и идея принять временный техрегламент с задним числом, то есть с 1 апреля. Субтитры создавал DimaTorzok